Сегодня отмечается День российского кино. Первый художественный фильм вышел в нашей стране в 1908 году. Это была семиминутная картина «Понизовая вольница» о стенке разни. В 1919 году, понимая, насколько мощным инструментом пропаганды революционных идей является кино, Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела. Это произошло 27 августа. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала отечественная лента «Броненосец Потемкин». Он вышел на экраны страны в 1926 году. В нашем следующем сюжете мы предлагаем вам, как в «Машине времени», перенестись в прошлое, когда в Магнитогорске поход в кино был большим, чем просто возможность посмотреть фильм. Наверное, все, кто рожден в СССР, с ностальгией и трепетом вспоминают времена, когда поход в кино был не просто приятным времяпрепровождением. В кинотеатрах назначались свидания, случались первые поцелуи, складывались судьбы. Там продавали самое вкусное на свете мороженое пломбир, которое строго-настрого запрещали проносить на сеанс. Да и хрустеть в темноте фольгой от шоколадки считалось неуважением к соседу. Советский кинотеатр называли устаревшим уже понятием «очаг культуры». Помимо показа добрых, замечательных фильмов, здесь проводили масштабную работу, в первую очередь с молодежью. Обсуждали фильмы, говорили о любви и дружбе, о чести и достоинстве. А уж когда в кинотеатр приезжали звезды советского кинематографа, это был настоящий праздник. Не только для кинотеатра, а для всех жителей Левбережья. У нас несколько раз был Лановой, несколько раз приезжал к нам Андреев, несколько приезжал к нам Тихонов и многие-многие другие актеры. И залы у нас были всегда переполнены. Только сами работники кинотеатра знают, чего им стоило не сорвать показ, когда фильм почти одновременно шел в нескольких кинозалах «Магнитки», когда километры пленки надо было быстро перевезти в другую часть города. С этими же километрами, в грузовиках, с песнями и шутками они ездили в соседние села – Агаповку, Кизил, Сыртинку и другие. Везде, везде, где мы только не были, нас всегда принимали очень радушно. Почему? Потому что мы действительно внесли культуру массы. Наверное, за это нас все любили. Валентина Ивановна Кива отдала кинотеатру «Мир» всю трудовую жизнь. Пришла поработать временно, а осталась на 57 лет. Обо всех своих подопечных, киномеханиках, инженерах говорит только теплые слова. Это были люди, которые вкладывали в работу душу. До сих пор дружим. Мы своей дружной семьей собираемся. И я очень дорожу тем, что все работники, которые остались в живых, называют меня мамой. Всех наших работников, и которые работают, бывших и бывших кинотеатров, потому что люди заброшены, собственно говоря. Хочется от души их всех поздравить, а своих вдвойне. Сегодня первые кинотеатры «Магнитки» в запущенном состоянии. Очаг культуры «Мир» потушили в 2011 году, ибо не мог он конкурировать с современными кинозалами и 3D-технологиями. Сегодня кино по большой части бизнеса. Кинотеатр – центр удовольствий с массой развлечений. Конечно, краски стали ярче, конечно, кресло удобнее. Вот только мороженое уже не то.